Не на видном месте, а в самом конце галереи расположена работа, которая нас, как зрителей, заставила остановиться. Все прочие, если оценивать их беглым взглядом, похожи друг на друга. И лишь эта картина на злобу дня, смелая, сюжет обостряет реалии пандемии, отношение к болезни простых врачей и чиновников. Кураторы галереи отметили для себя этого автора и уже предложили ему персональную выставку. Недостаточно сделать работу яркими цветами. Она может привлечь внимание глаза, но не привлечь совершенно внимание зрителя. Важно поддерживать идею. Ну и почему не зацепляется глаз, потому что мы всегда говорим, авторы любят цветочки, натюрмортики. Они могут быть прекрасные, они могут быть хорошие. Автор может профессионально все это выразить. Но зачастую это, ну какой смысл в ромашке? Ну только то, что это ромашка, это красиво. Обидеть кого-то из авторов здесь не хотят. И в обычных цветочках может быть глубокий смысл. Или его вовсе может не быть. Разным зрителям нравится разное. Вот и Юлия Сорокина, профессиональная художница, проходя мимо наивной работы своей мамы, скромно смеется и тут же признает, что и такому творчеству есть место. Кстати говоря, она живет в Москве. И когда в Москве она носила эту работу, управлять в багет, просто на улице люди подходили, просили продать за бешеные деньги. За огромные деньги. Так, быть может, вы чего-то не понимаете, тут великое искусство. Да, возможно, я чего-то не понимаю. А еще Юлия не понимает, почему многие потребители, заказчики не способны отличить настоящее искусство от пиара. Говорит сейчас, любая домохозяйка может называться художником и раскручивать себя, например, в Инстаграм. А действительно, качественные произведения часто остаются в мастерских или попадают на такие вот выставки. Художнику в нашем городе не так легко развиваться и не так легко зарабатывать достойно, очень сложно. И большая конкуренция вообще на рынке. Надежда Рохлина конкуренции пока не боится. Во всяком случае, сейчас свои картины, как правило, не продает. Копит, готовится к персональной выставке. На этой коллективной чувствует себя немного не на месте в прямом смысле. Вот эти три работы – это и «Гордый рыцарь» – единая композиция. Но висят они в разных залах, так решил куратор галереи. Что любопытно, все картины написаны, основываясь на науке цветоведения. Надежда использовала ограниченную палитру красок. Получается, у вас есть, грубо говоря, пять цветов и все? Вот все мои картины написаны тремя цветными красками, редко четырьмя, плюс белые и черные. Какие там основные цвета? А это каждый раз по-разному. На примере своей работы покажите как раз вот ту самую ограниченную палитру, да? Вот рыцарь. Рыцарь, да. В рыцаре, получается, у меня было три красочки. Из цветных была индиго. Это она дает черно-синий тон. Была желтая. И была красная. Кармин. Вот и все. Ну и белая. Познакомиться со всеми участниками выставки невозможно. Их здесь 72. И говорить о какой-то единой концепции тоже не приходится. Экспозиция своего рода отчет о проделанной работе. Художники сами определяли, что на этот раз показать зрителям. Оценивая общее радужное настроение, понимаешь, авторы устали от негатива, серости жизни и решили, что называется, не заморачиваться на сложные сюжеты и социально-политические темы. Просто продемонстрировали свое внутреннее «я». Ну, как вы уже поняли, на выставке представлены только картины. И лишь один автор предоставил свои скульптурные композиции. Вот, например, называется «Спящий». Суть ее в чем? Когда мы с вами спим, кто-то внутри нас пытается вырваться наружу. Я настоящий, я честный, я искренний. И, к сожалению, не у всех это получается. А вот у авторов этой экспозиции вырваться наружу получилось. Эта выставка будет работать в галерее Республика ИЗО до 14 марта. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. День с толком.